Продолжение следует... 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 С грустью мы слушали интересное выступление, потому что система помощи в кризисных ситуациях жертвам насилия, которая, многие из вас, я думаю, помнят, активно развивалась в конце 90-х, в начале 2000-х годов в России. Она сейчас практически разрушена, остались только отдельные очаги в отдельных регионах. Проблема насилия, гендерно обусловленного насилия, особенно партнерского насилия, всегда в России была острой и остается очень острой. Сегодня, даже по официальным данным, Министерство внутренних дел, каждая четвертая женщина испытывала или испытывает какую-то форму насилия. Соответственно, реальная ситуация, даже мы можем предполагать, что она хуже. В факт, в ситуации, если мы говорим о gender-народных войлансах, или со-какленной партнер-народных войлансах, это не проблема в России, потому что даже если мы смотрим, это всегда есть. Even if we look at official data from the police, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the statistics, we see that almost every one-fourth, every fourth woman, like 25%, a quarter, have been experiencing any form of violence. Of course, we guess that a real situation, it's much more worse than statistics can show. The law, unfortunately, doesn't provide full-time защиты to the victims of violence, if the victim is killed, the victim is forced to collect data for the investigation of the law in the world, the system is now very effective. Хотя в обществе идут активные обсуждения. Legal situation, legislation is such that it does not really provide full protection for violence cases, because in order to accuse somebody, it is necessary to collect evidence first before applying. And like, for example, the system will react if a person has died, or there was something that happened sincerely. Otherwise, a victim has to collect data and evidence to accuse the source of the problem. And in fact, such situation, there are attempts to change the situation. There is a lot of discussion going on, but currently, a legal situation is such that it does not really provide full protection. or the general activity, or any kind of people in the world, of these communities, the situation, especially with the general community, of these communities and communities, the current communities, of these communities, of these communities, of these communities, of course, are more resilient. внешними и внутренними. То есть люди, которые работают не по месту своей постоянной регистрации, постоянного проживания, они не имеют достаточного доступа, иногда зачастую никакого доступа ни к правовой помощи, ни к услугам здравоохранения и социальной защиты. И мы говорим о ситуации в генерал, генерал-популяция, и что-то испытывание проблемы с тем, что-то. Если мы говорим о волновей группе, то, конечно, ситуация очень плохая. В том числе, sex workers, 30-50% от них, они миграции, или интернол-миграции, или миграции миграции, или миграции миграции миграции. Секс-работники подвергаются, по данным многочисленных исследований, повышенному риску. И испытывают намного чаще еще насилие от, как говорили сегодня коллеги, и от клиентов, и от сутенеров, и от полиции, и от постоянных клиентов. Конечно, это повышает риск инфицирования заболеваниями, передающимися половым путем, и ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция. Ситуация усугубляется тем, что, по данным опросов, до 40% мужчин в России заявляют о том, что не используют контрацепцию, включая презервативы, на регулярной основе или вообще их не используют. И в то же время, различные исследования показывают, что мужчины в России не используют контрацепцию. 40% не используют контрацепцию, как кондомы, или в последний период, или в любом случае. При темпах роста ВИЧ-инфекции в России, одних из самых высоких в мире, по данным ЮНЕЙДС и ВОЗ, Конечно, мигранты и секс-работники также являются уязвимыми к ВИЧ-инфекции. Но если человек получает диагноз ВИЧ-инфекции в России, он не может, иностранец, получить в России помощь, как правило. Человек по текущему закону подлежит выдворению страны и запретам последующего въезда. Человек по текущему закону. и многие sex workers are migrants the situation gets even worse because by law in Russia if a person got infected with HIV they're not entitled the foreigners like migrants are not entitled for treatment in Russia because they're subject to deportation and in fact it constrains opportunity for treatment таким образом большой процент людей уходит в тень ограничивая для себя и без того малый доступ к лечению и социальной и правовой защите and these results in a situation when many of those that have been infected with HIV a large share of those persons they go into shadow or they disappear and this limits their opportunity of getting prevention treatment services I would like to pass word to Natalia добрый день всем хочу поделиться с вами о результатах исследований которые проводились в России добрый день проводились в России касательно касательно темы насилия ok I would like to share information about the results of the research that have been conducted in Russia on violence для начала давайте коснемся исследований которые было разработано и проведено совместно ассоциации врачей мира Франция фонд Шаги и НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ok first of all I would like to refer you to the research that have been conducted jointly by the медцентр Мунд Франц и Anti-AIDS Foundation STEPS и Российский Центральный Институт для эпидемиологии в 2017 и 2018 в исследованиях поучаствовало 385 секс-работниц исследование было посвящено распространению ВИЧ инфекции и СТИ среди секс-работниц Москвы The study included 385 respondents секс-workers it took place in the year 17 and 18 in Moscow and this was about prevalence of STI и HIV among секс-workers Как до этого упоминала Шахнос около половины секс-работников в России являются внутренними или внешними мигрантами У нас совместно с исследованиями на ИППП и ВИЧ были проведены биоповеденческие исследования и большое анкетирование среди участников нашего проекта along with HIV и STI study we have conducted quite large component of behavioral surveillance and the questioning was about behavior as well значит среди всех участниц проекта о том что они пережили либо побои либо нежелательные сексуальные связи нам ответили 30,4% участниц 30,4% of all respondents have informed that they have suffered any form of violence either on the question whether they have been beaten or otherwise experienced violence 13,8% участников говорили о побоях 13,8% mentioned that they were physically assaulted like were beaten 28,8% говорили о недобровольных сексуальных контактах 28,8% reported about unwanted sexual intercourses 12,2% наших участниц говорили о том что испытали оба вида насилия 12,2% responded they experienced both types of violence again the question was formulated in such a way that whether the participants of the of the interview were suffering or had experience of violence in the last 12 months yeah and as we then see according to data that we managed to collect that with violence more than sex workers who work on the street Какие у нас были социально-демографические характеристики наших участниц? В опросе поучаствовали секс-работницы россиянки, а также жительницы бывшего СССР, Центральной Азии и Саб-Сахары. Well, in the study, participants were from the Russian Federation, from former Soviet Union countries, including Central Asia, and plus separately from Саб-Сахара and Africa. Катя, назад, пожалуйста. Значит, мы сразу оговорюсь, что у нас не такой большой процент мигрантов в исследовании, поскольку к ним был гораздо сложнее доступ. We just need to inform you that access to migrant sex workers was quite complicated, and therefore we have quite a small group of those, of the participants. Да, и мы можем видеть, что из прошедших опрос и обследования у нас 73% россиянки. 19.5% — это мигранты из бывших республик Советского Союза и Центральной Азии. 19.5% — это мигранты из бывших республик Советского Союза и Центральной Азии, и 5.7% из Саб-Сахары. И 5.7% — это мигранты из бывших республик Советского Союза и Центральной Азии. Если мы посмотрим на данные, мы сможем увидеть, что в процентном соотношении россиянки работают на улице гораздо меньше. If we look at the share of where these sex workers work, we see that citizens of the Russian Federation, sex workers, the number of them on the street, in terms of the share, is smaller compared to the others. Даже если это внутренняя иммиграция, у российских секс-работниц есть гораздо больший доступ к безопасной, более безопасной, конечно, к секс-работе, частным образом в квартирах. You can see on the right column. In fact, those who are Russian citizens, including internal migrants within Russia, generally have a more safer environment for the sex work, including their own apartments or residential places. И как мы видим в дальнейшем, все-таки большая часть внешних мигрантов оказывается в максимально рисковых условиях на улице работают секс-работниками на трассах. Это касается и приезжих из бывших республик СССР и Центральной Азии, так и из людей из Саб-Сахары. И, соответственно, мы можем сделать вывод, что внешние мигранты, помимо своего, как уже до этого упоминалось, нелегального статуса из-за секс-работы, из-за возможного ВИЧ-инфицирования, также подвергаются гораздо большим рискам в плане насилия. Спасибо, Катюш. Давай следующий. Следующий слайд, пожалуйста. Да. Здесь мы провели сравнительный анализ по тому, как испытывают на себе насилие секс-работники, которые работают в помещениях и которые вынуждены работать на улице. И так, из всех 385 участников заявили о том, что испытывали какое-либо насилие 13,8%. So, out of 385 participants, 13,8% of the 53% have reported that they have experienced sexual violence, or physical violence because of sex work. Оба вида. Both types of violence. А, простите, простите, да. Физическое насилие. Физическое насилие мы имеем в виду побои. Okay, just let me reiterate that. Physical violence. When we say that, we mean they were beaten, physically beaten. И мы можем видеть, что работники, которые работают в помещениях, 8,7% заявило о том, что они испытывали побои за последний год. А среди тех, кто работает на улице, 19,6% заявили о том, что они испытывали побои. If you compare this line between those sex workers who worked inside, like in indoor, and those who work outside, outdoor, difference is 8,7% and 19,6%. Мы видим, насколько выше процент даже тех, кто согласился заявить об обоих, на улице. So we see the percent of those of the street base is much higher. And we consider answers that were, I mean, that they agreed to share this information with us. Дальше мы смотрим по ответы по недобровольным сексуальным контактам. So next group of numbers is about unwanted sexual intercourse. И опять же, секс работницы, поскольку у нас не проводится работа по насилию с ними, поскольку у нас не оказывается психологическая помощь, они чаще всего не считают насильное неиспользование презерватива недобровольным контактом. Они это как какой-то вид насилия не рассматривают. Also, we should consider that since the GBV help is not available or not performed at this level, and many, in the formulation of the question, the sex workers might consider unwanted when the client is refusing to use condoms, and they do not consider this as a violence. Put it this way. Итак, что у нас по данным? So what do the data show? Из всех участников за последний год о недобровольных сексуальных контактах заявили 28,8% участников. So 28,8% of the total group reported about unwanted sexual intercourse in the last 12 months. Но мы, конечно, видим, что люди, работающие на собственных квартирах, у них этот процент в три раза меньше. В квартирах 16,5%, на улице это 43%. If we compare indoor and street-based sex workers, the numbers are quite different. It's like three-fold difference between 16,5% and 43%. Дальше мы видим, что... Еще чуть-чуть, Кать. Я постараюсь сейчас быстрее, я так поняла, у нас мало времени. Итак, оба вида насилия. 7,3% из тех, кто работает в квартирах, заявили о том, что они подвергались избиению и изнасилованию. 7,3% of those who work indoor reported about that they have been raped or unbeaten, like sexual and physical violence. Да. И 17,9% заявили об обоих видах насилия на улице. Both types of violence was reported by 17,9% of street-based sex workers. И если мы возьмем об упоминании какого-либо вида насилия за последний год или такого, то у нас соотношение идет более чем в три раза. 14,6% секс-работников, работающих в квартирах против 48,5% секс-работников, работающих на улице. И в ботом-либо вида shows that any type of violence, either physical or sexual, was reported by about a three-fold different amount, the share of the sex workers. 14,6% indoor and 48,5% outdoor or street-based sex workers. Спасибо. Также мы представили в своей презентации исследование, которое провела Ассоциация ЕВА в 2018 году среди 113 женщин, живущих в СВИЧ. There is a data about another research conducted by ЕВА Association. It was conducted in 2018 among 113 women who live with HIV. Итак, из опрошенных, 40% пережили физическое насилие после постановки диагноза ВИЧ-инфекции. 7% испытывали насилие постоянно, и 14% открыто связывают насилие с получением диагноза ВИЧ-инфекции. It's quite scary data. Sorry. About 40%, actually 40% of women were experiencing physical violence after they were diagnosed with HIV. 7% of them were experiencing violence on a regular basis, and 14% have a link of this violence with their HIV status or diagnosis. Спасибо. 78% опрошенных заявили о том, что пережили психологическое насилие. 78% of the respondents reported about physical violence, physiological violence. Sorry, in Russian, psychological violence. Psychological, right. Каждое четвертое в своей жизни испытало сексуальное насилие. 24% заявили об этом. About a quarter, 24%, suffered through sexual violence. Это в течении жизни. I mean, they reported that they had been raped over life. Из переживших сексуальное насилие, только 65% женщин смогли рассказать кому-то про факт физического насилия. Only 65% of women could tell anyone about the fact of physical violence. And only 36,4% of those who suffered sexual violence could tell about that to anyone. Мы видим, да, мы видим совершенно ужасную статистику. Наша проблема еще также в том, что 70% переживших насилие абсолютно не знают, есть ли убежище в их городе и как к нему обратиться. So we see quite scary statistics. And one bullet number that shows that 70% of those who have experience with violence, they don't really know if there is a shelter or if there is any place they can go to get support. Последний слайд у нас посвящен, какие существуют сейчас в России барьеры в оказании помощи женщинам в связи с насилием в России. The last slide, the information shows what barriers exist for providing assistance to weakness of violence in Russia. Устойчивый культурный миф о том, что жертва насилия сама виновата в том, что с ней происходит. There is quite spread myth and belief about the violence that many believe that those who have suffered, this is because of their own fault. Another point. There is very little or actual lack of information about specialized crisis centers. And in fact, there are some locations where there are no such crisis centers available. Небольшое количество существующих кризисных центров часто не принимают ВИЧ-положительных женщин или женщин без документов, также женщин с детьми и наркозависимых женщин. Some crisis centers do not provide services, crisis centers and shelters do not provide services to HIV-positive women, or they do not, cannot accept women without documents, without IDs, or women with children. Not too many, very few, but still there are some. One of the real problems is you're going to be a failure of the workers of crisis services. One of the real problems is burnout of those who work in those crisis services. The bullet point says absence or lack of specialized training among specialists who work with violence psychologists or doctors and police. But in fact, there are very few or no such specialists in many locations speaking about the trained psychologists and health practitioners, not speaking about the police. Также один из барьеров – это 122 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая говорит о том, что ВИЧ-положительный человек ответственен за поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией других людей, что делает его заранее криминализированным. Okay, it should be mentioned that there is an article in the Criminal Code of the Russian Federation, number 122, which says about responsibility of HIV-positive person for deliberate infecting other people or putting them in a condition where they are vulnerable for infection. Like, which is in fact the situation when a person with HIV is already sort of criminalized for potential behavior. Another bullet point says limited access to medical, social, legal assistance for migrants, especially migrants with HIV infection, including. But we want to say that actually no such access, officially at least. Another point, which is very important, that there is no regular supply or regular access to condoms, contraceptive lubricants to prevent HIV and STI transmission, especially among key population groups, particularly sex workers, people who use drugs and others. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you, Shachnos. We will be happy to hear the questions from you. Thank you, Shachnos. Thank you, Natalia. Thank you very much. А можно перевести? Да. Спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for the presentation to Shachnos and to Natalia. And as far as I remember, a few days ago, you had an idea of building some communications with the participants who have been registered at the platform to take part of this conference in order to discuss jointly among those who are involved in addressing the issues of the vulnerable groups to have such joint discussions. So the question is whether you have had this chance to get together and to discuss. Данил, спасибо за вопрос и спасибо, на самом деле, за список контактов всех, кто участвует. Я озвучу еще раз. У нас, собственно, запрос сейчас на большое количество адресной помощи мигрантам, которые оказались заперты в России в связи с коронавирусной инфекцией. И начинается обращение за помощью банальной медицинской, связанной с получением РВД-терапии или консультацией инфекциониста. Сейчас эта помощь оказывается исключительно адресно, по запросу, и каждый раз это какой-то сложный кейс-менеджмент. Вот, отвечу Данил на ваш вопрос. Это планируется сделать в ближайшие дни. Последние дни были очень загружены с кейсами. Спасибо за субтитры. И это привлекает кейс-менеджменте ситуации. И, в соответствии с вашим вопросом, мы планируем, в несколько дней, в ближайшем будущем, начать эти коммуникации между партисипантами этой конференцией. Наталья Шахнос. Вот, я сейчас, я знаю, что среди участников и участниц у нас есть представители из Таджикистана, которые работают с мигрантами, с мигрантками. Друзья, нам без вас не обойтись. Вы прекрасно знаете, что в Москве, в России находится безумное число мигрантов из Кыргызстана, сколько-то процентов населения. Мы прекрасно знаем, что они в результате того, что сейчас происходит, будут ездить туда и туда, и какая будет дальше судьба, неизвестно. Насилие будет продолжаться. Давайте попробуем вот эту совместную модель, в которой будут элементы Sunflower и элементы Wings, которая вот доказала свою эффективность. Переделаем ее, адаптируем ее под новые условия. Ну, кто это сделает, если мы это не сделаем, люди? Ну, любая программа адаптируется. Ну, почему не попробовать, а? Звучит. чак в Кыргызстане. Уважаемые показатели на 2014 году будут по veggению улицы, в Кыргызстане. Without your contribution, it would be impossible to change the situation and we have got a lot of migrants right now in Kyrgyzstan. A significant number of the migrants are expected to continue the travel back and forth and being exposed to the violence cases at the high levels as before and why don't we try such a joint approach by using this proven and efficient model when we do integrate the Wings approach and Sunflower approach? Why don't we try somehow to adopt it to the new developing context? If not us, then who else can undertake this activity? The idea is fully supported by the colleagues. I have no other questions. I just want to remind you that your presentation, like the presentation of all other speakers, is recorded on the site. As soon as you will be ready, we will publish it. And then we will start an advocacy work, which will not allow you to wait. Believe me, believe me, the situation with migrants will be so hard in the next few weeks, even not months, that I just don't know, that it will be a social explosion. I don't know, that it will be a social explosion. Why wouldn't we start now? I don't know. I don't know. On that, I would exhaust my questions and just to remind you kindly that all the presentations are uploaded on the website of our conference. And as soon as the video version is prepared, it will be sent to all of the participants. And I do expect that quite in the near future, we will be starting very active advocacy actions, because the situation with migrants is so complicated. And we expect, in fact, some social explosion to come rather sooner than later. Thank you very much.